В селении Черкота, что в Гумбетовском районе, цветущие плодовые сады в долине реки Андийская Кольсу возделываются годами. Это основное занятие местных жителей, труд на своей земле. Щедро вознаграждается самой природой, дарящей сочные плоды. Особенно прижились там персики. О том, как выращивают сладкие фрукты, узнала Алина Багилова. Сама природа создала здесь все условия для выращивания сочных плодов. Да и никакой другой работы, по правде говоря, у сельчан нет. Круглый год черкотинцы используют результаты своего труда. Сами питаются дарами садов и кормят ими других. Тяжело что делать. Основной доход это же, поэтому надо все равно собирать. Сапия Тахмедова много лет занимается собственным садом. 16 соток зеленой гордости – дело ее рук. В июле начинается самое приятное. Вместе с тем тяжелая страда для садоводов – сбор урожая. У каждого сорта персиков своя пора созревания. Каждый из них спеет в разное время. Есть деревья, приносящие ранние плоды, средний и поздний урожай. Чем позднее сорт поспевает, тем он вкуснее, мне кажется. Но у каждого свой вкус. Сапият превратила землю, которая досталась ей по наследству, в цветущий плодовый сад, бережно возделываемый годами. Кажется, тут есть почти все – абрикосы, хурма, яблоки, эти любимые всеми сочные фрукты, пушистые персики. Тут у меня 16 соток, и занимаюсь я им уже почти 16 лет. В 2005 году я их посадила, с тех пор вы тоже посчитаете, 16 год. Подождите, вы это, можно сказать, сами все посадили? Ну да, сама посадила, сама выращивала. Садовые каникулы сапият заканчиваются в феврале. В это время уже начинается пора садоводческих забот. Обрезка деревьев, а затем и другой уход за плодоносящими ветвями. Мы целый год тут, основное, в течение года, только декабрь, январь, мы тут не бываем. С февраля мы начинаем эту обрезку. Ценности этих персиков не только в неповторимом вкусе, но и в экологической чистоте, обеспеченной уникальным климатом и первозданной природой здешних мест. По словам местных садоводов, натуральность и безвредность продукции стопроцентная. Никаких удобрений и химикатов. Самые лучшие абрикосы у нас, даже когда я ездил в Россию, в Саратов или в каком-нибудь городе, армянские, узбекцы, никто не покупал, только на мои налетали. И побольше цены брали. А в чем секрет был? Секрет? Я только увидел, сколько у меня трава растет. Я удобрения туда не пользую, наозом. Химикату я тут не использую. Единственное, что я тут использую, это медный купорос. Когда обрезка деревьев делает, до цветения, это медный купорос обрезка деревьев. Больше никаких химикатов не использую, чтобы тля не испортила деревья, куча деревьев с листьями не было. Садоводы черкотинца признаются, персики нуждаются в большем уходе, чем другие плодоносящие деревья. Да и капризов у нежных стволов много. Живут они не более 10-15 лет. Они быстро дают, второй-третий год дают урожай, поэтому их сажают, все сажают. Но их содержат и уходят. Тяжелых? Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Гумбетовский район».